Здравствуйте, добрый вечер. В эфире на телеканале Антона 7 новости. И я Евгений Ненифанов. И вот о чем речь. Маркировка лекарств. Конечно, привезет к повышению цены. Есть ли выход из ситуации? Дед Маробус. Мы хотим, чтобы о мечам было в три раза интереснее за столом, в три раза счастья было больше в семье, в три раза больше было о мече и здоровье. Где курсирует новый вид транспорта? Звезды футбола. Они профессионалы хорошие, знают, как выбрать правильную позицию. Что показали Егор Титов и Альберт Риера юным футболистам. И, конечно, анонс сегодняшних кинопремьер и обзор социальных сетей. Ну и вот, что известно к этому часу новости одним предложением. Дорожные службы убирают снег с городских магистралей в круглосуточном режиме. В Омской области открыли Черлакскую ледовую переправу. В Омске снизилось количество ДТП на полтора процента. Это статистика за 11 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом года прошлого. Ну и омским предпринимателям продлили срок льготного выкупа земли до 1 декабря следующего года. Теперь официальная хроника. Президент освободил Анастаса Спиридонова от должности прокурора Омской области. 59-летний государственный советник юстиции 2-го класса занимал этот пост 11 лет. Этим же указом его зам Александр Лоренц назначен прокурором Ставропольского края. Ну а генерал-майор полиции, начальник УВД Омской области Леонид Коломеец освобожден от занимаемой должности и назначен начальником УВД Тюменской области. Владельцы омского фарм-бизнеса бьют настоящую тревогу. Новый год грозит повышением цен на лекарства и закрытием трети региональных аптек. С 1 января все лекарственные препараты будут подлежать обязательной маркировке. Почему? Любовь Федорова расскажет подробно. С 1 января все лекарства будут подлежать обязательной маркировке. Это значит, что на упаковку каждого препарата нанесут уникальный код. В нем содержится серийный номер, информация о подлинности, срок годности, номер партии и наименование производителя. Тибериканевский – директор аптечной сети. Предприниматель не отрицает. Маркировка позволит исключить фальсификат на прилавках аптек. Однако фарм-бизнес больше не будет являться розничной торговлей. Поэтому его собственникам придется перейти на упрощенную систему налогообложения. По ней налоговую ставку для предпринимателей назначают в каждом регионе индивидуально. От 1 до 15% от чистой прибыли. В Омске – самая высокая. Конечно, приведет к повышению цены в связи с тем, что владельцы бизнеса должны будут компенсировать эти потери, возможные каким-то образом. И возможный уход с рынка 50% от 50 до 60 игроков приведет к изменению конкурентной среды. И, соответственно, конкуренция на рынке станет меньше. Цена на лекарства может вырасти минимум на 25%, говорит Тиберий Каневский. Но и это не компенсирует потери владельцев фарм-бизнеса. Около 40% лекарственных препаратов являются жизненно важными. Поэтому наценка на них может быть не более 18%. Половине региональных аптек грозит банкротство, хотя они популярны у населения. Алла и Сергей – постоянные клиенты этой аптеки. Именно сюда идут, потому что фармацевты грамотные. Новость о том, что аптека под угрозой закрытия, огорчила омичей. Всегда доброжелательно. И лекарства все в наличии есть. Ну, как-то душа и доверие просто люди. Чувствуется, что грамотно не просто навязывают что-то такое подороже, или просто грамотно объясняют, как лечиться. Сегодня около сотни местных фарм-бизнесменов объединились в сообщество, чтобы отстоять свои права. Юристы подсказывают – выход есть. Региональная власть может снижать налоговую ставку для предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения. Подготовили обращение к губернатору Омской области, подготовили обращение к законодательное собрание, нашли отклик в таких объединениях, как союз предпринимателей Омской области. То есть вошли в какой-то диалог. Все эти обращения были нами направлены. Но на сегодняшний момент прошло достаточно времени, на мой взгляд, но какой-то конкретной реакции не предпринято. Мы предлагали провести круглый стол с губернатором, обсудить все данные вопросы, найти выход на весь сложившийся ситуацию. Но кардинально, еще раз повторюсь, вопрос не был решен. Ответ из Министерства экономики пришел в письменном виде. Региональные власти пообещали посчитать, насколько выгодно предоставлять льготы налогоплательщикам, которые торгуют лекарствами. Хотя предприниматели не просят о льготах, они просят о снижении налоговой ставки. Любовь Федорова, Сергей Пайхалов, Антенна 7. Обзор социальных сетей продолжит выпуск. Спасибо, что живая, радуется водительный, регистратор которого чуть не попал в момент ДТП. Соседняя машина, выехав на встречку, едва не переехала девушку на улице Волочаевской. Та перебегала в неположенном месте. Как сообщает автор поста, он посоветовал ли, хочу больше так не делать. На что парень на БМВ ответил, а нафига ты ее пропускаешь, пешеходника же нет. И когда я пропустил момент, что все стали идиотами, не понимает молодой человек. Так-то водитель БМВ прав. Ну да, все правильно. Парень на БМВ прав. Ровно до той поры прав, пока пешехода не снесет на проезжей части. А вот регик – красавчик. Пять секунд личного времени и спокойствия вместо пяти лет исправительной колонии. Так комментируют видеоподписчики. Реакции на свой пост ждет еще один пользователь соцсетей. В ЧП «Омск» девушка пишет. Вот такой подарочек перед Новым годом сделали жителям на улице Заозерной. На детской площадке между 12 и 14 домами срезали качель и оставили торчащие металлические трубы. Уже два дня звоню в управляющую компанию. Там отвечают – это установил «Газпром». В других службах по советскому округу говорят – обращаться нужно в управляющую компанию. Замкнутый круг, а это нужно убирать. Или подождем, пока кто-нибудь не споткнется и не напорится на эти штыри. Впереди каникулы, и дети будут играть на этой площадке. Сейчас это все еще снежком припорошит, чтобы вообще сюрприз был, что там под снегом. Пока все разбираются, пока найдут крайних, что-то воткните. Какие-нибудь палки с предупреждающими табличками, например. Чтобы всем было видно, и чтобы снегом не запорошило. И чтобы дети туда не напоролись, если будет что-то оттуда высокое торчать. Как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Больше веры в людей у другой амички. В паблике «Аварийный Омск» девушка пишет. 24 декабря на подъеме с улицы Жукова на госпитальную у меня закончился бензин. Много машин проехало мимо, но мир не без добрых людей. Пока меня подвозили на заправку, мне у машины оставили 5 литров бензина. Хочу найти мужчину, который это сделал. Пока подписчице известно только, что на заднем стекле машины спасителя есть надпись-флаги. Добрая история. Мужчина, отзовись. Добрые волшебники встретились и другим водителям. Вот только свело их ДТП. Дед Мороз попал в объектив на пересечении Петра Осьминина и Космического проспекта. Он был пассажиром одной из столкнувшихся машин. Наверное, слишком торопился, шутят пользователи. Олень стал неуправляемым. Просто Дед Мороз хотел сделать подарок. А олень, водитель другой машины, не понял намерений. Вот и пришлось пойти на радикальные меры и таким образом остановить машину. И Снегурка с ним была. Я видел, проезжал. Радуемся вместе с комментаторами, что никто не пострадал. И продолжаем читать посты об Омске. Настоящий Деда Мороза использует Дед Моробус. Автобус Деда Мороза выезжают на дороге города. Проект новогоднего транспорта Амичи увидят второй раз. В этом году обещают новую программу и декор. Что подготовил экипаж и когда можно увидеть Моробус на дорогах в репортаже Ирины Сорокиной. По задумке дизайнеров на кузове должны были разместиться сто лампочек. Но световой декор сделать не успели. Автобус можно узнать по новогодним украшениям. Наклейки, гирлянды и скульптура Деда Мороза на санях. Виктор Шамонаев отмечает, что основной упор сделали на шоу-программу. Мы привыкли к тому, что если Дед Мороз, то тогда будет Дед Мороз один. Так же, как и Снегурочка. А вот тут сюрприз. Открывается дверь и из Деда Мороза выходят три Деда Мороза. Почему три? А потому что мы хотим, чтобы Амичам было в три раза интереснее за столом. В три раза счастья было больше в семьях, в три раза больше было у Амичей здоровья. Вот поэтому три. У каждого Деда Мороза свои обязанности. Один будет развлекать детей, второй играть на аккордеоне, а третий вместе со Снегурочкой дарить подарки. Автобус начинает движение от Дворца культуры «Железнодорожник». На площади экипаж репетирует перед отъездом. Моробус готовится к первому рейсу в этом году. Три Деда Мороза, Снегурочка, певцы и танцоры собираются поздравлять жителей Ленинского округа. И мы отправляемся вместе с ними. По дороге режиссер напоминает актерам сценарий. Внутри проходит еще одна репетиция. Первая остановка – двор восьмого дома по улице Бульвар Победы. Из автобуса сначала выходит Снегурочка, а дети зовут главного волшебника. Дед Мороз! Возле дворовой елки маленькие мячи водят хороводы с экипажем волшебного автобуса и получают подарки. Для жителей Ленинского округа такой транспорт приехал неожиданно. Прелесть! Такая идея вообще шикарная. Интересно и современно. Потому что они все сейчас под свежей танцуют, не под что-то такое. Нам очень понравилось. Очень ярко так все детям нравится. Аниматоры будут поздравлять и мячи не только во дворах, но и на остановках. Для каждого пункта своя программа. Есть большие площадки, где КТОСы организовывают зрителя. Там у нас расширенная программа. Много игр, развлечений и общения с людьми и детьми. А есть укороченная программа. Мы будем останавливаться на остановочных пунктах и поздравлять людей, которые ждут свой транспорт, чтобы у них появлялось новогоднее настроение. Увидеть новогодний автобус можно вечером с пяти до восьми. Сегодня экипаж поедет на левый берег. 28 декабря в Октябрьский округ. 29 в Центральный. А 30 числа экипаж детмаробуса поздравит жителей советского округа. Ирина Сырокина, Юрий Дорошенко, Антенна-7. Перед Новым годом сотрудники МЧС проверяют магазины с пиротехникой, чтобы праздник прошел без последствий. Инспекторы интересуются состоянием хлопушек, петард, бенгальских огней. Для продажи огнеопасных изделий нужны сертификаты, лицензия. А хранить их можно только соблюдая меры безопасности. Основные нарушения это у нас отсутствует первичность пожаротушения, огнетушители, либо срок перезарядки у них истек, не проводится визуальный осмотр. Первый момент. Также, что касается бракованных изделий, должны храниться у нас в отдельном предусмотренном месте. Не у всех есть витрины. В принципе, при проведении осмотра, после разговора с руководителем, при следующем визите у нас все нарушения устраняются. А «Союз спасения» надвигается на зрителей в кино на этой неделе. А еще вот уже в четвертый раз Иван Царевич и Серый Волк радуют маленьких. Зрителей накануне Нового года. Обзор кинопремьер далее в выпуске. Я хотел бы знать, отчего изменник Муравьев до сих пор не остановлен вами. Впечатлительные натуры. Усмотрят в них едва ли не героев. Не у вас, у нас цели правы. Сюжет фильма «Союз спасения» смело можно было бы назвать основанным на реальных событиях. По сюжету наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира. Теперь все кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят здесь и сейчас. И ради этого они готовы принести в жертву все. Положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну. У вас инсиматор, у вас достаток, служба. Вам-то что менять? Изберем диктатора среди нас и вступим в переговоры. Какие переговоры? Мы только что стреляли в них. Создатели фильма «Союз спасения» после предпремьерного показа сообщили, что не ставили задачу дать оценку событиям того времени. Речь, разумеется, о восстании декабристов. Дать личную оценку увиденному может каждый из нас после просмотра фильма. А вот в тридевятом государстве все почти спокойно. Холодная зима никого не удивляет. А вот с приходом весны должно стать куда интереснее. Ведь в государстве всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк. Царь решил, что тридевятое царство будет представлять кот-ученый. И, конечно, вся компания во главе с Иваном и Волком отправляется поддержать пушистого певца. Волнуюсь. Успокоительная. Такое бодрящие и успокоительное. Без намека на отечественный шоу-бизнес на больших экранах четвертая часть Ивана Царевича и Серого Волка. Советы по кинопремьерам раздает Денис Унос «Антенна-7». Теперь о спорте. Авангард не реализовал несколько хороших моментов и уступил Челябинскому трактору. Уральцы открыли счет. На седьмой минуте чешский легионер Лукаш Седлок мастерски предугадал отскок шайбы. Поведя в счете, гости умело перешли на прессинг и быстрые атаки. Авангарду пришлось решать сложную задачу по преодолению защитных построений. Ястребы много атаковали. В начале второго периода наши игроки насели на ворота соперников. На 30-й минуте сработало креативное подключение защитника Вилли Поки. Ястребы сравняли счет и могли выйти вперед, но уральцы цепко защищались. В середине третьего периода уральцам вновь улыбнулась удача. Гости забили второй гол в теннисном стиле. Авангард на финише третьего периода штурмовал ворота, но игроки трактора перехватили шайбу и отправили ее в пустые ворота. Авангард уступил со счетом 1-3. Знаменитый российский футболист Егор Титов поделился своим опытом с юными футболистами из Академии Альберто Риеры. Шестикратный чемпион России провел теоретические занятия. Новые знания закрепили в двусторонней игре. Слово Владимиру Истомину. Семь игроков Риеры против команды Титова. Поле 50 на 35 метров. Два мастера в роли оттянутых плеймейкеров. Интеллектуальный, нацеленный на атаку футбол. Тактическая изобретательность, видение поля и партнеров, быстрая и точная передача. Действия без мяча. Открывание, забегание. Захватывающее сражение за инициативу. Два мастера рядом, страховали, подчищали и мгновенно начинали атаки. Классные передачи по разным направлениям. Все точно, своевременно, с расчетом на несколько ходов вперед. Личный пример и своевременные подсказки. Как во время игры, так и в паузах между таймами. Когда возвращаетесь лицом, лицом все. Вы ведете пешком. Нет. Видите, что вы в столе, видим, обязательно влево. Смещение акцентов. Титов и Риера дружно выдвинулись в среднюю линию. Отличная передача. Каждый пас – винтик в большой атакующей системе. По словам Альберта Риеры, язык футбола одинаков везде. В том числе и в Испании, и в России. Задача классных игроков, а ныне тренеров – научить развивать, совершенствовать. Они увидят вот эту паузу, вот это терпение, что они понимают и они увидят близко. Потому что когда мы играем с ними, это они сразу увидят. И хотим, что вот эти маленькие детали они понимают быстро и они могут делать большой прогресс. Отклик юных футболистов. Ребята вдохнули воздух креативного футбола. Быстрые короткие передачи, интересные комбинации. Данил Бас специально переместился в команду Титова. Хорошо сыграл в подыгрыше. Быстрые перемещения, открывания, точные обостряющие передачи. Команда Титова сначала сравняла счет, а затем вышла вперед. Подчеркнул то, что нужно больше двигаться на поле, больше открываться, чтобы у партнеров было больше возможностей, больше вариантов для паса, для построения атаки. И еще понял, что надо быстрее играть. Яркий, динамичный футбол. Натиск команды Егора Титова. Гол самого маэстро. Острые контратаки игроков в салатовых накидках. Хорошее взаимодействие. На пике матча раскрылись и более мастеровитые ребята. Матвей Симонов в этом сезоне стажировался в клубе испанской Ла Лиги Эспаньол Барселона. Игроки первого года обучения. Хороший опыт получили все юные футболисты. Благодаря их подсказкам и тому, что они профессионалы хорошие, знают, как выбрать правильную позицию. Игра была быстрее. И мы лучше понимали, куда нам открыться. Они подсказывали нам постоянно. И меньше касаний использовали. Много голов на финише поединка. Команда Егора Титова победила с небольшим перевесом. По окончании матча состоялся традиционный разбор игры, уточнение деталей. Впереди новый сезон. Большие планы по развитию школы, улучшению работы. Важную роль будет играть приглашение известных футболистов. Среди них и Егор Титов. Владимир Истамин, Юрий Дорошенко. Антенна 7. Четыре кубка, восемь золотых и двенадцать серебряных наград. Омские тхэквондисты отлично выступили в крупном всероссийском турнире Кубок Алтая. За успехами наших спортсменов следит Владимир Истамин. Молниеносные финты и яркий калейдоскоп разнообразных ударов. Прямых боковых вертушек в верхний уровень. Натиск, динамика. Омские тхэквондисты отлично выступили в новом виде программы. Тег-тим. Командном спарринге по правилам поинт-стопа. В соревновании это выглядит так. Результативная атака. Судья засчитывает балл. В этот момент тренер может сделать выбор. Поменять или оставить спортсмена. Задействовать другую тактику. А мячи превзошли всех в креативе и технике. Завоевали три командных кубка. Два в соревновании юных спортсменов. Тхэквондистов 8-9 и 10-11 лет. Константин Устюгов выиграл специальный пресс-турнир за лучшую технику. Я делал много обманных движений. И противник терял позицию. И бил точные удары в открытые места. Мощь техника на пор в состязании спортсменов 12-14 лет. А мячи ярко выступили сразу в двух номинациях. Завоевали серебро в спарринге. В ТЭК-ТИМ наши тхэквондисты с первых секунд финала взяли высочайший темп. Буквально смели соперников с площадки резкими сериями скоростных атак. По словам одного из лидеров нашей команды, Никиты Алексеенко, спортсмены сделали упор на взрывной старт. Жесткий удар по прямой в прыжке. Ебчаги. Дальше шквал разнообразных панчей. Боковой удар доли очаги. Выстрел снизу под углом 45 градусов. У нас были очень динамичные тренировки, на которых мы отработали наши скоростные качества. За это мы говорим отдельное спасибо нашему тренеру Федору Мартыщенко. И благодаря этим тренировкам мы смогли на соревнованиях как и динамично атаковать первым номером, выполнять разнообразные комбинации, также и мы смогли перехватить инициативу, когда были вторыми номерами. В личных соревнованиях герой турнира 9-летний Савелий Стефановский. По мнению специалистов и главного тренера нашей команды Федора Мартыщенко, спортсмен продемонстрировал потрясающую заряженность на победу. Мощно стартовал, разгонял темп, атаковал от первой до последней секунды. Бил техничной серии ударов с разворота, Торо доли очаги, завоевал сразу четыре медали в разных номинациях. В спарринге, стоп-балле, тег-тиме и разделе базовой техники хьонгах. Я делал скоростные финты, уходил в нужную точку, делал скоростные удары и делал связки, которые мы отрабатывали на тренировке с Федором Мартыщенко. Успех в споре девушек. Амички завоевали четыре медали. Вторая звезда турнира – Дарья Голикова. Спарсменка атаковала в том же скоростном наступательном стиле, отлично комбинировала, меняла стойки, позиции, начинала атаки с сильных ударов ногами, сбивала соперниц с позиции, затем наносила смешанные серии ударов в свободные зоны, завоевала две золотые медали в разделах спарринг и стоп-балл. Я выиграла соперника, потому что я била удар на опережение, я била удар энеррию чаги, это удар сверху вниз, била ногами в корпус, голову и била руками. Впереди у москетхаквандистов интересные и насыщенные тренировки, подготовка к чемпионату и первенству Сибирского федерального округа. Соревнование пройдет в феврале в Новосибирске. Владимир Истомин, Сергей Пайхалов, «Антенна-7». Таковы у нас сегодня новости. До встречи. Новости. Официальная группа ВКонтакте. 2 марта. Концертный зал. Артисты ВИА 70-80-х. Ариэль. Леся песня. Красные маки. Карнавал. Песнеры. В ретро-шоу. Мы из СССР. 6 января. ТЮЗ. Хороший подарок к Новому году. Георгий Мартиросян, Марина Дюжева и Валентин Смирницкий в спектакле «И снова горько». 38 55 54. 8 января. Концертный зал. Любимая новогодняя история. Папаши или сирота Казанская. Анатолий Васильев, Александр Семчев и Андрей Леонов. До 7 января в дисконт-центре мебели «Континент» «Сказочные цены». Приходите, убедитесь. Действительно сказочные цены на мебель. 5 февраля. Концертный зал. Дмитрий Певцов с программой «Баллада о Высоцком» при участии Никиты Высоцкого. Стань звездой «Каскада». Совершай покупки с 1 декабря по 14 января. Выкладывай фото в Инстаграм с хэштегом «Звезда Каскада» и выигрывай до 50 тысяч на шопинг в «Каскаде». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова